Всем привет! Вы на канале Apollo Games и мы продолжаем проходить игру под названием Resident Evil 3. Так, давай мы посмотрим хоть что у нас тут есть в инвентаре. Мы же только начали за Карлоса. Патроны для штурмовой винтовки. Ну, 149 их. Нормально, в принципе. И 15 патронов для пистолета. Пистолет у нас G18. 18-зарядный пистолет. Нормально так. Так, ну ладно, раз он с нами уже есть, не будем его выкладывать. Может быть пригодится. Карта одного из офицеров подразделения Старс. Где-нибудь ее сейчас активируем здесь. Ну и лут какой-нибудь может быть здесь лежит. Давай откроем карту. Да, по-любому что-то должно быть. Так, уходите. Ну ладно, не хочешь, чтобы я входил? Не буду. Это, получается, участок. Да? Это же участок полицейский. Ну да. Короче, из второй части, только до того, как события произошли во второй части. Так, тут загадок никаких нет. Похоже, все чисто. Вот здесь вот загадки были. Тут еще... Ага. Понятно. Короче, все завешено. Там, где были загадки. Так, куда нам тогда идти? Офис Старс нам нужно, да, найти? Не, ну я, конечно, могу вон туда пройти. Он вроде как дверь мне открыл, но я хочу еще посмотреть на втором этаже все. Почему персонаж постоянно так медленно бегает? Что с дела? Так, тут все завалено. А, вот патрон для пистолета. Не зря я сюда шел. Однако. Теперь 30. И это все, что было здесь. Эх, жаль, нельзя спрыгнуть отсюда. Ладно, тогда погнали сюда. Переключимся на пистолет. Я не думаю, что здесь сразу кто-то жесткий будет. Так, чтобы, ну, со штурмовой винтовки стрелять. Протоколы безопасности ID-карт. 16 сентября 1998 года. Каждому сотруднику полиции выдается ID-карта. С этого момента такая карта будет требоваться для доступа ко всем сейфам и ячейкам. Не допускайте попадания карты в чужие руки. Используйте ее с осторожностью. В случае утери карты немедленно об этом сообщите. Отдел административно-хозяйственного РПД. Что за звуки? Там кто-то ломится? Давай открывать, у нас есть карта. Подойдет же, ну да. А, ну то есть, если карта Старс, значит она все сундуки Старс открывает. Логично. Так, патроны для штурмовой сложились. Отлично. Погнали. Так, ну и тут начнется жесть. Ой, только не лизун. Это еще что за чертовщина? А, как же я его ненавижу. Я, наверное, на штурмовую все-таки переключусь. Но это не обычный зомбарь. Блин, я во второй так его не любил. Постоянно портит мне жизнь. Так. У тебя ничего нет? Точно не зомби. На железяку я его повесил просто горлом. Так, давай сюда попробуем зайти. Угу. То есть, эту дверь я вообще не смогу открыть. Тут вот эти вот ключи нужно было находить. Но мне даже не горит то, что я вообще как-то могу с ней взаимодействовать. Так что ладно. Так, поехали. Так, лут не пропустил. Ну, тут пистолетом разберемся. Черт, прицела нет. И очень долго перекрестие сужается. Так, нож у тебя тоже бесконечный, да? Ну, давай тогда сразу почикаем его. Чтобы уже не встал. Все, вроде умер. Погнали дальше. Ага, начинается. Штурмовую винтовку берем. Черт. Нет, это всего лишь простой зомбарь. И еще один. Давай. Так, упади уже. Угу. Нифига не хочет падать. Да что ж с тобой такое-то? Так, этот умер полностью. А вот эта должна еще встать, да? Дергается. Блин, встает. Ага. Теплое полицейское приветствие. Все. Ай, скорее всего мы тут все равно обратно будем проходить. Вот сразу, чтобы они не мешали. Ну, нам сюда. Так. Вот, порох лежит. Нормально. Сейчас посмотрим. Да, куда ты выходишь. Блин, а как пройти к пороху-то? А, все понятно. Черт, так темно в этом полицейском участке. А, это световая граната. Ручная граната при взрыве которой... Ну-ка, давай посмотрим. Происходит яркая вспышка и раздается оглушительный шум. Ну, мы ее сейчас используем против лизуна. Она его немножко дезориентирует. Ей будет нормально. Во втором лизике можно было тут пробраться. Но, сейчас нет. Только через двери. Ти, как слышишь? Тут какая-то жуткая хрень. Не знаю, что это. Жуткая хрень? Ладно. Посмотрю камеры. Смотри в оба. Патрон для штурмовой винтовки. Так. По карте все в порядке. Там кто-то что-то долбит. Давай открывать. А, там торговый автомат стоит. Давай я на пистолет переключусь. Нет. Черт. Нифига себе вас тут. Давай-ка я обратно зайду. Тихо. Да черт. В смысле? Ты как со спины-то появился? Откуда он там взялся? О, да. Не, ну тут без штурмовой винтовки просто никак. Угу. Очень много патронов уходит. Нифига себе она уклоняется. Так, ну я думаю, они все умерли, да? Блин, еще один. Но на всякий случай надо проверить. Да, вот этот мне умер. Еще один встает там. Ахилки у нас есть. Ахилки у нас есть. Кроме зеленой травы пока что ничего не нашли. Ну, тогда немножко побитые походим. О, собака. Угу. Так. Зеленую траву будем сейчас съесть. Да куда ты опять встаешь? Черт, как ты неожиданно вышел. Тихо. Нормально все? Ну да. Нет, рано. Мы сейчас как раз перебили здесь всех зомби. И... Что-нибудь попадется, и мы нормально уже излечимся. Вот как раз зеленая трава. Хотя подожди, две зеленых травы, это же плохо. Ну, типа, самое лучшее это с красной смешать. Давай еще красную здесь поищем. Так. Я вот думал, они автомат этот долбят. Но нет. Придется немного потерпеть вот этот серый экран. Тихо. Вроде никого. А, вон ползет. Да что ж такое? Все, башка взорвалась. Давай, открывай сундук. Прицел. На штурмовую винтовку. Хорошо, более прицельно будем бить. Логично. Так, штурмовая винтовка. То есть, она и до этого два слота занимала? Мне кажется, нет. Я как-то сначала не обратил внимания. Показания подозреваемого. 20.09. Имя. Родни Грей. Род занятий. Безработный. Бывший электрик. Подозревается в незаконном изготовлении или хранении взрывчатых веществ. Детали инцидента. 98-й год. Подозреваемый вел подозрительную деятельность по адресу Бокс-стрит. Подождите, зачем мне это читать? При обыске дома подозреваемого обнаружено еще 20 самодельных гранат разной степени завершенности. Может быть, мы эти гранаты найдем? Подозреваемый был крайне возбужден и не мыслил здраво. В начале допроса он произнес лихорадочную речь. И в какой-то момент допрос пришлось приостановить из-за внезапного приступа крика у подозреваемого. Когда допрос продолжился, подозреваемый произнес следующее заявление. Я не для себя это сделал, а для вас. Почему никто никак не поймет? Трупы нападают из теней. Так это пророк какой-то был. Надвигается буря, но под городской крышей не укрыться. Надо взорвать ее, иначе она не просто промокнет. Надо больше бомб. Они придут скоро. Надо торопиться. Жгите, жгите трупы, жгите дотла. В ходе допроса подозреваемого. Начало яростно трясти, после чего случился еще один приступ крика. Допрос был прекращен. А подозреваемому? Да оно успокоительное. Вот, примечание. В связи с нестабильным психическим состоянием подозреваемого, его показания постоянно менялись. Этот делириум исключил возможность любого диалога. В данный момент мы ожидаем заключения врача по поводу его состояния. Взрывчатые вещества, изъятые при обыске подозреваемого. И его дома оказались крайне мощными. При описи вещественных доказательств, в качестве меры предосторожности, из одного детонатора была извлечена батарейка. Батарейку поместили в хранилище. Вот, мне нужно найти эту батарейку. По-любому. Там зеленым подсвечивалось. Значит... Ага, патроны для пистолета. И красная трава. Неужели? Объединить. И использовать. Все. Полностью похилились. В эту дверь я не смогу пройти. Да, для нее нужен ключ. И тут у нас что-нибудь есть? Нет. Так, тут никто на меня не нападет. Вроде все хорошо. А, ну... Хранилище это, наверное, вот этот сейф, да? А я не знаю от него код. Можно во втором резиденте посмотреть. Не, навряд ли он подойдет. Это было бы слишком глупо. Хотя... Логично. То есть, никто же его не менял там. Угу. Погнали. Так, сюда мы пройти уже не можем. И... Вот сюда. Черт, заперто. А, и там много... Лута должно быть. Мне нужен ключ. Ясно. Пошли искать. Угу. Шлепуем и сбиваем. Да умри ты там уже. Так, тихо, тихо, тихо. Не вставай. Так. Вот сюда. Тут вроде хранилище есть. Да. Сейф зона. Давай свет включим. Угу. Вот теперь хорошо. Так, что опять с документами? Служебная записка. А, вот и... Код от сейфа. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией с трех чисел. Перемещен из офиса Старс в западный офис 1Э. Комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. 9, 15, 7. Угу. Запомню. Шкафчики. Так, красная трава. Давай зеленый сразу. Так. Будет хилка на будущее. Патрон для штурмовой винтовки. Вот что-то как-то мне очень много дают для штурмовой винтовки патрон. Че это, фотик? Если бы эти твари дохли от фотоспышек, я был бы вооружен до зубов. Понятно. Не нужен нам фотик. Ну и все. Так, скидывать нам что-нибудь нужно? Нет, айди-карта нам нужна. Все нам нужно. А? Еще один зомбарь появился. Откуда ты тут взялся-то? Давай. Подожди, ему всего лишь один патрон нужно было? Че-то это странно. Может быть это один из недобитков моих? Да ладно. Так, давай сейф открывать. Девять влево. Вот, все получилось. Первый раз не в ту сторону начал крутить. О, набедренная сумка. Плюс два слота. Хорошо. У нас так, в принципе, нормально слотов. Уже. Ну и все. Так, никто не появится здесь. Да, вроде больше нет. Ну и... Прямая дорога на второй этаж. Докатились. В копов стреляем. Но это уже не совсем копы. Надо карту чекнуть. Ничего не пропускаю. Карлос! Офис Старс впереди. Понял. Так. Здесь. Вот черт, баррикада, но что за дела? Как пройти? Ну, через душевую. Погнали. Можно было еще на третий этаж заскочить. Но, видимо, это потом. Так, тут что? Записка другу. Гектор, если ты это читаешь, значит, меня уже нет в живых. Если услышишь любые звуки из шкафчика, не открывай его, пожалуйста. Пока ты патрулировал, я продумал, как нам выбраться на ту сторону. И понял, что лучший вариант пробить проход взрывчаткой. Мне удалось собрать неплохую бомбу, но у нас нет батареек для детонатора. А ведь они тут точно где-то лежали. Но их, видимо, отнесли в комнату хранения на прошлой неделе во время уборки. Если мы хотим пробить стену, без батареек не обойтись, так что я пошел наверх за тобой, раз у тебя был ключ от комнаты хранения. Сразу на выходе из душевой на меня напали. Один из них сумел укусить. Я, как смог, промыл рану, но чувствую себя все хуже и хуже. Надеюсь, тебе не надо разъяснять, почему нельзя открывать шкафчик. А за меня не волнуйся. Просто выбирайся отсюда как можно быстрее, твой друг Уэс. Не переживай насчет тех 600 баксов, что я тебе одолжил. Считай это подарком на переезд. Удачи, приятель. Проломите стены душевой. Так. Вот в этом же зомбаре. Мне кажется, да. Лучше не надо. Ха-ха, он сам не хочет открывать. Ай, началось. Код искать от шкафчика где-то нужно. Так, вот тут есть зеленая трава. Ничего не пропустил. Ну да. Погнали. Вот эту вот стену я должен проломить. Ну, сначала, видимо, на третий этаж пойдем. Устройство. А зачем ты его забрал? Ладно, похоже, придется сделать. Бабах. Так у меня же батарейки нет. Использовать. Ну, пусть пока здесь висит. Че мне с собой ее таскать? Эй. Типа приду, батарейку вставлю и все. Только слот забивать. Так, все, получается, да. На третий этаж только. Угу. Ха-ха, ты думал, я пройду мимо тебя просто так? Так, тихо. Уклонились. Ну и надо пистолетом добивать уже. Башка взорвалась. Все, даже проверять теперь не надо. Так, так, так. О, ключ. Ага. Потертый ключ. Ну, это по-любому от той двери на первом этаже. Комната хранения. Это че? Серьезно? Ты даже не встанешь. А, так тут тупик. Понятно. Патроны для пистолета. И еще один. Вот ненавижу эти... Кодовые замки на шкафчиках. Ммм, сохранение прошло. Давай я на штурмовую винтовку переключусь. Так. Че меня тут лизун будет ожидать? Ну-ка давай смотреть. Ага. Еще красный прицел появился из-за того, что мы... Модифицировали. Модифицировали. Да. А, вот ты. И ты, абразина. Так, тихо. Да ты там когда-нибудь умрешь уже, нет? Вот. Спокойной ночи. Сколько я в нее? Два рожка влупил. Неплохо. Использовать. Там персонаж вроде че-то говорить начинал. Стоп. Тут кто-то есть. Угу. Да блин. Все откинулся. Что тут за фотка? Шкафчик на третьем этаже. ДКМ. Подожди. Он же такой же был во втором резиденте. Че, серьезно, код не меняли? Я прям точно помню, что такой же был. Ага. Давай смотреть, какие шкафчики тут нужны нам. Угу. На 104. Что это? Батарейка. 106 нужно открыть. И 109. 104, 106, 109. Давай смотреть. Так. 104. Угу. 106. Нормально. Клавиши никакие не нужно искать. По крайней мере, пока что. Вот. На другой стороне. А, у нас тут двойки не хватает. А на другой стороне все с двойками шкафчики. Угу. Так. Батарея. Стандартная 9-ти вольтовая. Мое. Так, кто ж спорит? Патроны. И граната. Ага. И зеленая трава. Блин. Вот сейчас уже начинается... А, я могу ключ просто вырастить. Да. Он мне уже никак не нужен. Че, даже никакой крутой пушки не будет? Хотя, я даже не знаю, что может быть, типа, круче штурмовой винтовки. Какой-нибудь крутой гранатомет. Здоровенный. А, так, нет. Мне клавиши не надо будет искать. Тут в шкафчиках ничего нет. Погнали тогда. Ну, ладно. Мне же проще, типа. Так. Ну и все. Теперь только двери прорвать нужно. Никто меня здесь не будет встречать. Тя. Это крипово было. Давай, лежи уж там, не вставай. Может мне что-нибудь скинуть? Да, пожалуй, пойду скину. Ну и плюс еще сохранился. Ага. И тут автосохранение прошло. Че, сейчас кто-нибудь вылетит? Нет? Карлос, у меня тут затык с терминалом. Направляюсь к тебе. Понял. Я думаю, он до нас не доберется. Да? Так. Теперь объединить с вот этим. Все. Полноценный детонатор. Использовать. Подтвердить. На три секунды? Пора идти. А зачем так мало? Типа, три секунды. Вдруг не успел бы убежать. В смысле спина? Ааа, черт. Вот это плохо. Тихо, тихо, тихо. Тут, типа, бачок прорвало. Я там пройти теперь не могу. Давай, на двойку переключаемся. И просто изрешетим сейчас. Нормально. Сойдет. Ох уж эти поклонники. Какие поклонники. Все, короче. Изрезали. Проходим по одному. Возьмите номерок. Черт. Угу. Ну, это, конечно, подстава была. То, что я назад отойти не мог. Прям такая серьезная подстава. Фига себе он на меня побежал. Так, патроны. Угу. И... Что это? А, дисковый замок. Точно. Блин, я его не открыл. Хотя там на третьем этаже было ДКМ. Ладно. Потом открою тогда. Лечебный спрей. И патроны. Давай открываем двери. Ну, я не сомневался. Тихо. Да куда ты делся? Давай ему флешку кинем. Да что ж ты делаешь-то? Флешку кидай. И... Спрей. Все, он просто дезориентирован. И мы его убили. Да, не зря я штурмовой винтовкой не пользуюсь. Ну, типа только в таких случаях. Очень быстро патроны улетают. Так, так. Так. Я думал здесь трава, а здесь веник. Какой-то лежит. Доктор Бард. Ох, слава богу. Знаете, сколько я пытался с кем-нибудь связаться? Не волнуйтесь, мы вас вытащим. Просто скажите, где вы? Я застрял в чертовой больнице, а троди окружают со всех сторон. Слушайте. Просто пришлите Старс, они поймут, что делать. Неа, не пойдет. Полицейский участок тоже... Тогда придумайте что-нибудь. Амбрелла рехнулась, они убивают всех исследователей. Только я знаю, как изготовить вакцину, которая остановит зомби. Так что можете сидеть там и... Либо отправить... Отправить сюда кого-нибудь, кто меня вытащит. Какой психолог. Он мне уже нравится. Ну еще бы, ты слышал, что он сказал. Мы не можем сдать его компанию. Это решать не нам, а Михаилу. Попробую на компьютере определить местоположение доктора. А Михаил-то вроде откинулся уже. Или подожди, кто там Михаил Виктора? На это потребуется время. Поищи вокруг. Может, найдешь что-нибудь полезное? О, лечебный спрей. Хорошо. Так. А, зеленая трава, зеленая трава. Давай ручную гранату заберем на всякий случай. О, красная есть. Надо объединить. Так. Давай достать. И объединить. С собой потаская на всякий случай. Тут что может быть? Документы какие-то. Отчет об инциденте в особняке. Этот странный инцидент произошел в особняке, расположенном в горах Аркли и принадлежащем Umbrella Corporation. 23 июля отряд Stars Bravo был отправлен в горы Аркли для расследования серии загадочных кровавых убийств. Внезапно связь с ними прервалась. 24 июля туда же направили отряд Альфа. И его члены оказались вовлечены в события, произошедшие в особняке поблизости. По итогам инцидента особняк был разрушен, есть немало погибших. Единственными выжившими оказались пятеро членов Stars. Причиной инцидента послужили нелегальные эксперименты по созданию биологического оружия в секретной лаборатории Umbrella под особняком. Использованный в ходе опытов Ти-вирус вырвался на поверхность и считается главной причиной последующих событий. Однако все доказательства были уничтожены вместе с особняком. Поэтому дальнейшее расследование столкнулось со значительными трудностями. Так, это Джилл в первом ряду? Чё-то я её там не вижу. Там одни мужики вырвают в первом ряду. Да тут все мужики? Не, ну серьёзно. Класс. Так. Вот здесь должно быть что-то интересное. Так, тихо. Световая граната. И... Нет. А, вот ящик. Ладно, использовать. Патроны. 5,56. Ну, как-то скудненько. Однако. И всё, да. Так, подожди. Я тут где-то не облутал. Да. Давай я выйду. Там ещё полутаю. На винтовку только переключусь. А, ну понятно. Да, как дела? Сошёл с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Джилл? Ох, чёрт. Погоди, что? Джилл, Джилл, что случилось? Джилл, отвечай. Ти, мне нужно идти. Делай, что нужно, и я позабочусь о Барде. 23-29 сентября. Офис Старс. Получен достижение, поезд дальше не идёт. А, мы опять за Джилл играем. За несколько минут до этого. Тоннель метро. Я уже думал, снова первого лица будем играть. Найдите путь на поверхность. Неужели только мне удалось выжить? Так. Давай открывать дверь. Вот мне даже делать ничего не надо было сейчас. Обычно в таких играх дают, знаешь, такое... Ложный выбор. Карлос? Карлос, отвечай. Карлос? Не отвечает. Чёрт, кажется, я внизу на действия. Что тут у нас? Артиллерийские мины. Они вроде бесполезные, да? Боеприпасы для гранатомёта. Снаряд летит на собственной тяге и взрывается либо через некоторое время, либо от близости к цели. Не, ну мы попробуем. Так, тут я ничего не упустил, нет? Так вот, с этой дверью, ну типа... Это и хорошо то, что мне не дают это делать. Потому что это глупо. Блин, нифига себе у меня тут спрея. А, так у меня тут ящик есть. Давай я тогда это всё положу. Сюда. Взрывающиеся боеприпасы тоже, пожалуй, скину. Так, трава. Ну, её можно объединить. Так, так. Новое вооружение. Хорошая новость. У меня есть для вас новое оружие, которое гарантированно заставит вас снова почувствовать себя мужиками. Это артиллерийские мины. Этих крошек придумал отдел военных разработок Амбрелла. И они зажигают похлеще подружек на школьной дискотеке. Да, быть их нелегко, да и управиться непросто. Но они того стоят уж, поверьте. Ладно, заглянем в сводку. То есть, подожди, они наоборот лучше. Я, наверное, в тот раз не так понял. Про них уже что-то писали нам. Артиллерийские мины совместимы со стандартными гранатометами, но не надеясь сунуть их куда-то еще. Стреляйте в стену или по земле, и они останутся на месте. Датчик мины засекает приближение врага и взрывается, когда цель в радиусе поражения. Короче, просто кидайте их врагу на дорогу, и вот вам натуральная мина. Когда дерешься со здоровыми уродами, нечестных приемов не бывает, так что все средства хороши. Давай. Ну, тогда понятно. Сохранился, и давай пошли дальше. На дробовик, наверное, переключиться нужно. Блин, что пить за канализации? Где это мы вообще? Тоннели метро? Разрушено убежище. О, выкатился. Начинает вставать. Ты там сразу лежи уже. Так, давай. Сначала в этого, потом вот в этого. Все. Хм, странно-то, что это не живой. Давай вот этого еще проверим. Не, все. Отлично. О, игрушка. Так. Поднимаемся. И тут еще один зомбарь. Нет, не еще один. Нифига себе, его внесло. Получено достижение два в одном. Это то есть я одним выстрелом двоих зомбарей убил. Нормально. Эта тварь еще жива. Здесь нельзя оставаться. Спаситесь от существа. Куда? Стоп. Ага. Налево бежать. Давай я, типа, на гранатомет переключусь. Против него нормально будет. Стоп. Куда мне? Вот тут ящик. Но он за мной пока не бежит. В смысле, спаситесь. Красную траву забираем. Блин, что-то еще здесь есть. О. Еще игрушка. Так, 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 так. Ладно, погнали тогда. Сюда. Ну, сохранение проходит и начинается. Да. Да он уже такая горелка. А, остудился. Этот гад даже плавать не умеет. Карлос, отвечай. Да, как дела? Ничего не вышло. Поезд сошел с рельсов. Сошел с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Все мертвы. Михаил. Все остальные. Черт. Николай бросил нас умирать. Погоди, что? Что за херня? Оно вернулось. Джилл, Джилл, что случилось? Плавать-то он не умеет, а вот... Ага. Прыгать далеко умеет. Блин, он сейчас вообще на рыбу какую-то похож. Давай, давай, давай. Да, он как-то мутировал. Ха-ха, вот это да. Отстань уже. Так, мина. Еще тебе мина. И еще тебе мина. Блин, промахнулся, да? Тихо. Ну, бесполезная фигня какая-то. Так, давай лут соберем. Не будем повторять ошибок. Так, так, так. Где тут еще что есть? Давай посмотрим. Во, да, впереди что-то есть. Осторожно. Так, нет места. Нет места. Давай сейчас освободим быстро. Объединить. И... Все, да? Нет места снова. Ладно, патроны для пистолета это не такая уж и роскошь. Давай. Ну и с дробовика добивать. Тихо, тихо. Какой-то рев у него еще появился. Ай. Так. Давай объединять. Опять. Для пистолета. Где он там? Похоже на какое-то животное. Морское животное. Ну, теперь уже какая-то пантера. Ладно, пусть бегает. Патроны забираем. О, для дробовика. Черт, слишком много. 14. Давай я тогда... Пожертвую, наверное, патронами для пистолета. Это важнее сейчас. Да, да, да. Я тебя убью. Да, не умирает. Как там? Да что ж такое? Я уклонился вообще-то. Не попал. Не попал. Он опять решил побегать. Ну, ему чисто в кайф. Быстрая тварь. Не, ну, типа пусть носится. Ну, тут опять патроны для пистолета. Что у нас там с именитарем? Ладно. Давай стрелять из дробовика, и патроны типа кончатся. Хотя бы эти пистолетные заберем. Темы уже не вернем. Да, не, это бесполезно. Че он там остановился? Нормально. Ой, какой же он живучий. Это я в него еще артиллерийскими минами стрелял. Да. Ай, патроны для пистолета это хорошо, но пистолета у меня нет. Как вы не поймете? Нужно остановить его. Да как я его остановлю-то? Да. Давай вот здесь его где-нибудь подождем. Я его потом ножом буду резать? Ааа, блин. Надо было смотреть на него. Так. Давай траву. Он давно уже должен был умереть. Но это издевательство чисто. А, последним патроном? Вы шутите? Ладно, за дело. Выкуси. Откуда она их берет? Последним патроном добил. Офигеть. Карлос, ты еще там? Ой, да ладно. Ты свалишь без меня сейчас, черт возьми. Артиллерийские мины. Не очень такие, правда. Давай. То есть, мне не обязательно было сейчас все собирать? Вот тут как повезет. В тот раз мы с ним дрались и не смогли потом ничего забрать. Тут почему-то можем. Давай. Да, вон еще патроны для пистолета лежат. Положить я их могу. Так. И все. Да, он еще по-любому живой. Я в этом просто не сомневаюсь. Пистолет откуда-то достал. А рука сразу выросла. О-о-о, а вот это плохо. Он ее траванул чем-то? Интересно. Вы оказали мне большую честь, мисс Валентайн. Мисс. Получено достижение. Что-то мне нехорошо. Примерно полдня спустя. Джил. Эй, отвечай. Черт подери. Тайрел, как слышишь? Что происходит? Джил заражена. Я... Я отвезу ее в больницу. Может быть, доктор Барт ее спасет? Ладно, там мы встретимся. Ей столько кошмаров снилось про то, как она становится зомбарем. Держись, Суперкоп. Я рядом. Ну и вот ее кошмары, короче, сбылись. 29 сентября. Больница Спенсер Мемориал. Там, скорее, даже на время нужно смотреть, а не на число. Борис Джил. Ну, там было 9 вечера. Я раздобуду тебе вакцину. Найдите вакцину. Все будет в порядке, обещаю. Ну, тут, чтобы дать ей как раз-таки вакцину. Ладно, на этом я уже буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.